Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про сон и мелатонин. Соответственно, мелатонин самый важный антиоксидант. Говорят глутатион, но это неправда. И сразу вам скажу, что он улучшает сон, поддерживает иммунную систему, обладает противораковым действием. Соответственно, нехватка мелатонина это та история, которая приводит к потере антиоксидантной защиты в митохондриях. И самый мощный стимулятор внутриклеточного мелатонина это инфракрасный свет. И, конечно, источники это костры, солнце, сауна, освещение, лазеры. Но, 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 скажу, у многих есть вопросы вообще по сну в принципе. И в принципе с мелатонином. Если мы с вами говорим про сон, то, конечно, здесь играет роль стресс, играет роль усталости надпочечников, играет роль уровень сахара в крови. И когда он слишком высокий, да, в течение дня, то это тоже не дает спать. И вы можете продлить себе жизнь просто наладив свой сон. Если спать меньше пяти часов, то сразу риски по всем заболеваниям возрастают. Если вы хотите перезапустить какие-то циркадные свои ритмы, то регулярные тренировки в комнате должно быть прохладно. Магний это хорошее средство для сна. Плюс его лучше принимать прямо перед сном. Магний помогает расслабить все тело и погрузиться в хороший сон. Но витамин D, цинк и травы, снижающие стресс, такие как лимонник, радиола розовая, ашваганда, тоже влияют на сон. На сон влияет ваша энергия, то есть ваши митохондрии. Если произошли сбои из-за питания, из-за отсутствия движения, то возникают некоторые такие вопросики. И еще один момент, связанный с бессонницей, это, конечно, хронический стресс, связанный с интоксикацией, которую многие получают из-за питательных веществ, либо их нехватки и дефицитов. Соответственно, если есть дефицит во многих случаях энергии, как мы говорим, то да, это супер-супер важно в процессе вашей жизни. И бессонница во многих случаях обусловлена не только питательными веществами, но и избытком сахара. Еще один момент, связанный с бессонницей, это хронический стресс, связанный с дофаминовым всплесками. То есть те люди, которые в течение дня употребляют наркотики, такие как сигареты, большое количество кофе, они понимают ценность сна. Это все такие простые вещи, которые важно знать. Надеюсь, 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 вы оцените. Кортизол тоже контролируется при помощи питания в моих видеороликах. Это очень легко просматривается. Продолжение следует...